Друзья, доброго дня. Мы будем начинать. У меня 11 уже. Мы по московскому времени, поэтому впереди у нас с вами полтора часа, как заявлено на баннере. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством Один из Битрикс в Санкт-Петербурге. Буду сегодня модерировать мероприятие. Немножко орг моментов в самом начале. Так, я, наверное, тебя чуть-чуть покрупнее. Друзья, вас приветствую на цикле вебинаров про удаленную работу. Мы под разными углами смотрим, как бизнес работает в удаленном формате. Смотрим, как общается команда, как работают бизнес-процессы внутри, как построены продажи, каким образом мы можем их увеличить или как-то на них повлиять. Сегодняшний четвертый из цикла, из пяти вебинаров, четвертый шаг посвящен старым клиентам. Что такое старый клиент? Клиенты, которые когда-то у нас покупали, что-то мы про них знаем. И мы смотрим сегодня в течение полутора часов ближайших, посмотрим, что с ними можно сделать. Мы посмотрим с двух сторон. У нас сегодня два спикера, которые будут говорить с точки зрения маркетинга, что логически можно сделать со своей аудиторией, со своей базой, как к ней прийти, по какому поводу, что ей сказать конкретно в словах, что пообещать, каким образом обработать. И мы посмотрим с точки зрения технологии, с точки зрения Bittrex 24, как технически с вашими Excel-таблицами, например, что можно сделать, куда их положить, как с ними работать, какие кнопки нажимать для того, чтобы работало взаимодействие, работала коммуникация. Об этом сегодня поговорим. Итак, две части. Примерно по 40 минут на первую и на вторую. Я буду представлять спикеров и задавать им разные вопросы. И вы точно так же можете задавать вопросы. Чатик мы будем подглядывать одним глазом. У меня чатик справа, я буду правым глазом подглядывать. Что там написано, и будем по ходу отвечать. Мы постараемся оставить у каждого спикера немножко времени в самом конце, чтобы отвечать чуть-чуть поподробнее. Постараемся вопросы максимально охватить. Вопрос, который я уже видел, самый волшебный, это про запись. Запись вебинара будет. Если вам хочется посмотреть старые предыдущие истории, то на общем лендинге, как только запись конвертируется, это, к сожалению, не мгновенно происходит, мы эту запись выкладываем, можно ее посмотреть. Ну и по электронной почте, на которой вы регистрировались, мы отправим письмо, в котором будут подарки от текущих сегодняшних спикеров и ссылка на ту самую видеозапись. Может быть, не сегодня это произойдет, но обязательно мы так поступим. Итак, друзья, сегодня, еще раз повторюсь, мы смотрим на продажи старым клиентам, клиенты, которые у нас уже есть. Я приглашаю к нам в виртуальную студию нашего первого спикера. Это Дмитрий Кот. Я чуть-чуть представлю. Дмитрий – маркетолог, автор нескольких книг по маркетингу, по имейл-маркетингу, по работе со своими клиентами в самых разных форматах. Дмитрий, выходи гулять. У нас… Спасибо большое, друзья, за комплименты по фону. Мы, повторюсь еще раз, на каждом вебинаре говорю, придумывали этот цикл как прогулка, но поскольку гулять нам теперь не очень-то можно, мы решили, что мы будем такие вот экскурсии виртуальные проводить, и мы находимся сегодня по дворце. Можно угадать, какой это дворец, там есть скульптуры, можно поразглядывать. Ну, я надеюсь, до разглядывания не дойдет, контент у нас интересный, поэтому лучше послушать, чем поразглядывать. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Как насчет звука? Я все так тревожусь постоянно. Все ли в порядке? Слышно ли меня нормально? Ну, прям тремя плюсами мы начали. Или вроде как слышно и видно, все хорошо? Ну, отлично. Михаил, я на свежем воздухе здесь, хорошо. Ветер снивый. У меня тоже прекрасно. Так, хорошо. У нас свет немножко разный, ну, это как бы мы с разных точек камеры посмотрим. Да, да. Будем считать так. Так, отлично. Ну, смотрите, тогда начнем вот с каких вопросов. Кажется, что текущие клиенты незаслуженно забыты. И почему-то первая мысль у продаж или маркетинга, когда говорят нам бы увеличить продажи, это пойти и взять новых клиентов. Но кажется, что со старыми можно поработать. Вот какие они бывают старые клиенты, и правда имеет ли смысл с ними работать? Ну, можно, учитывая, что у нас такая прогулка неформальная, я бы и неформально несколько поотвечал на твои вопросы. Потому что формально это все написано, есть клиентская база, ее нужно сегментировать, с ней нужно работать, и дальше пополно всяких статей по серому маркетингу. Давайте, коллеги, посмотрим, ну, я предлагаю на ситуацию, которая сейчас складывается, что любая, любые клиенты, которые у вас есть, они, их нужно, с ними нужно как-то коммуницировать. Можно делать идеально, можно делать вот так, как оно есть сейчас. Я бы сейчас рассматривал ситуацию, не нужен идеал какой, ну, не нужны стратегии на 10 лет вперед, не нужны всякие кучи документов, внутренних согласований. Сейчас есть текущая задача – как-то увеличить продажи, как-то хотя бы их получить. У вас есть, у большинства компаний, есть разные файлы экселевские, либо просто собранные где-то списки каких-то клиентов, где-то вы получили их на выставках, где-то, которые когда-то обращались, где-то, которые уже обращались, покупали текущие клиенты. Самое время их достать, сдуть пыль, и уже планировать, что с ними делать. Вот именно сейчас. То есть мы даем себе установку, что это разовая какая-то акция. Давайте мы разово сделаем сейчас какую-то коммуникацию с ним и посмотрим на обратную связь, оценим результаты и будем планировать работу дальше. Вот так бы я предложил в первый момент построить. Сначала внутренне настроиться. Ну, а дальше уже по результатам танцевать. Вот. Я согласен. Я могу продолжать дальше. Да, мы можем... Я сейчас покомментирую немножко чатик. Друзья говорят некоторые, что у них нет звука или видео, или что-то замерзает, и тут же коллеги пишут, что все окей. У меня тоже все окей, нормально происходит. Если, друзья, у вас что-то замерзло, обновление чаще всего помогает. Ну, или проверить, если у вас вдруг есть резервный канал интернета, а наше время резервный канал интернета – это прям must-have такая история, попробуйте переключиться, посмотреть, что если у вас связь хорошая или не очень хорошая, переключиться на хорошую. Да, давайте чуть-чуть продолжим. То есть есть у нас база клиентов условно. Что же нам с ней сделать? Ну, во-первых, достать ее. Во-вторых, вспомнить, откуда у нас она получена, чтобы был повод какой-то обратиться дальше. То есть мы чуть дальше будем разговаривать о том, что в этом нашем сообщении, которое может быть SMS-сообщение, голосовое сообщение, письмо, рассылка в мессенджерах, все что угодно, важное первое начало, это самое первое предложение, чтобы клиент вспомнил, откуда вы его знаете. Вот для этого нужно вам самим сначала вспомнить, откуда вы его знаете, пометить эти базы. Затем вопрос сегментирования, но я так понимаю, что это будет Георгий рассказать, да, про сегментирование. Мы про технические вопросы сегментирования, как это там технически разделить, поговорим, а сейчас логически, да, откуда, ну, первый сегмент, откуда мы знаем людей. Да, второе имя, хорошо, как если вы знаете его имя, это просто замечательно. Третье, ну, столбец, назовем, это группа, сегмент, это событие, которое связано с клиентом, по которым он вспомнит, потому что есть база клиентов, безусловно, вот таких горящих, свежих, с которыми вы общались недавно, выполняли их заказы, доставляли им что-то, а есть те самые, которые были в прошлом году на выставке, какие-то конференции, либо просто вы делали какую-то активность и собирали вот такую какую-то базу, которая долго, долго никак не активировалась. Здесь нужно некое, ну, ключевое слово, ну, не сегошно ключевое слово, а тематическое ключевое слово, по которым клиент вспомнит, откуда вы знаете. Москва, 2015 год, допустим. Помните нашу встречу на набережной, помните тот ресторан, ну, все что угодно, чтобы клиент, да, вспомнил, и вам было легче это в одно-два слова, это событие, которое вас связывает, там указать, вот, в письме. Отдельно я бы отмечал клиенты, существующие, с которыми вы работаете, клиенты разовые, клиенты не разовые, а постоянные, которые делают больше одного заказа, и не клиенты совсем. То есть потенциальные клиенты, те, которые запрашивали какое-нибудь коммерческое предложение, но потом пропали, клиенты, которые чем-то интересовались, но до заказа дело не дошло. Вот такие три, получается, большие группы имеют смысл делать. Ну, и четвертая группа клиентов, которые были, и по каким-то причинам вы с ними расстались, но мне очень хорошо. Того же, опять же, ну, что добру пропадать, имеет смысл с этой базой попробовать поработать. Вот так-то я предложил бы разделить. Хорошо. Когда мы выяснили, откуда они, то есть мы понимаем, что мы встречались с ними в прошлом году на выставке, например, есть у нас там название выставки, и 2019 год. Сейчас вроде бы самое время что-то предложить. Как придумать, что предложить, потому что заходишь, что ты вроде бы с мороза, тебя могут еще и не помнить. Ну, тот самый мороз, отличная, кстати, Михаил, метафора. Мороз, он начинается изнутри, из компаний, он не в клиентах. И те ситуации, которые, ну, я о тренингах слышу возражения, общаясь с заказчиками, основное возражение – это внутренний страх. Это даже до рассылок дело не доходит обычно. Потому что есть, а вдруг что-то, и дальше вот после, а вдруг что-то, появляется множество каких-то версий. А вдруг они обидятся, а вдруг они не поймут, а вдруг они подумают, что я хочу им что-то продавать. Да ну, это же… Ну, и много каких-то опасений, которые сейчас в текущих реалиях, они абсолютно иррациональны. Я бы вот так поступил. То есть есть не бояться, вы хуже своему бизнесу не сделаете. Если этот страх все еще силен, несмотря на мои магические заклинания и пассы, то взять ту базу, с которой вы хуже, ничего не сделать. Те самые пропавшие клиенты, либо те потенциальные клиенты, которые делали запросы и никак больше себя не проявляли, такие неактивные, спящие клиенты. Отработать подход на них. То есть это прежде всего поможет вам внутренне измениться, изменить свой настрой. Раз. Во-вторых, отработать технологию взаимодействия с ними, понять… Ну, такой тест будет. Тест на реальных клиентах, на реальных событиях. Понять, какие выплывают подводы, что больше реагирует, на что меньше реагирует. И дальше уже подход тиражировать на разовых клиентов и на самых драгоценных, постоянных клиентов, если захотите. Но я бы настоятельно рекомендовал захотеть и это сделать. Вот это второй шаг, да, просто принять, что нужно что-то делать. Сами они о вас не вспомнят. Затем шаг следующий, это имеет смысл определиться, что же вы будете им предлагать. То есть почему вы… Ну, то есть такая подготовка, да, идет. Что мы можем им предлагать? Можем предлагать им что-то свое, то, что у вас еще есть в каталоге, в предложении. Можем… Ну, тут подходов тьма есть. Есть идеальный подход, это когда вы сегментируете базу и примерно в этой базе указаны характеристики, указаны, чем именно клиент интересовался, либо что именно клиент покупал, и мы предлагаем им так называемый апселл. То есть дополнительный продукт либо дополнительная услуга, которые могут быть им полезны. Человек покупал у вас микрофон, вы ему предлагаете протирку для микрофона. Человек покупал мышку, вы ему предлагаете адаптер для мышки либо что-нибудь еще. Такой обработан базу. Если есть такая информация. Если такой информации нет, то просто в вашем сообщении предложить вернуться на сайт, зайти на сайт, посмотреть самому и выбрать. Конечно, важно понимать следующее, что каждое неопределенное действие, то есть когда мы перекладываем какую-то активность на нашего клиента, это снижает эффективность. Типа, пойди на мой сайт и сам выбери, что тебе надо. Ну, сами понимаете, да, сколько человек пойдет, а сколько не пойдет. Поэтому идеальная ситуация – это четко под каждый сегмент разработать свой оффер, то есть предложить товар либо услугу, которая отлично ложится либо под историю покупок клиента, либо в текущую ситуацию для него. Раз. Во-вторых, разработать спецпредложение. Два. Ну, там, какое-нибудь ценовое предложение, комплект чего-то с какими-то дополнительными услугами, с чем-то еще. И дальше уже планировать рассылку. Если нет, опять же, повторюсь, если нет, и на этом этапе вы понимаете, что усилий много придется совершить, нужно эту базу разбирать, обрабатывать, все истории заказа делать, ну, тогда мы выключаем режим перфекциониста и делаем хоть что-то, да, как-то базу нашу шевелим, поживляем. Единственный момент, который вот сейчас я бы предостерег бы, либо попросил бы быть чуть более осторожными, всякие игры со словами антикризис, антикоронавирус, антипандемик, что-нибудь такое. Если у вас не медицинские товары, а не медицинские продукты, то все это вот на уровне такого обывательского, это уже достава. То есть суперпредложение по доставке антикорона пицца, антикорона суши, антикорона шаверма. Остановитесь. Ну, сейчас, более того, ситуация не самая радостная, и поэтому любое такое упоминание, оно больше травмирует, как-то вот возбуждает какие-то страха области, паники чего-то, нежели даже если вы это шутите. Просто дружеская коммуникация под любым поводом, с названием у меня для вас предложение, посмотрите, посмотрите, что я для вас нового приготовил, без этих игр и заигрываний с эпидемией. Вот, продолжать дальше? Там какие-то вопросы могут быть? Да. Так, я вопросы немножко смотрю, подглядываю, пока по сути ничего, чтобы мы могли взять себе поотвечать. Хорошо. Тогда шаг следующий. Планируем, ну, в каком именно канале мы будем с клиентами общаться, да, как мы будем появляться в их жизни через мессенджеры, через электронную почту, там, в виде смс, в виде звонка, в виде голосового сообщения. И здесь сама структура сообщения, она будет одной и той же. Сейчас я об этом поговорю. Важно просто помнить, что у нас есть начало нашего сообщения, которое мы должны заинтересовать и напомнить человека. Есть ядро текста, либо ядро сообщения, это, ну, что мы предлагаем ему, и подталкиваем к действию. Дальше, если это письмо, то здесь объем текста у нас вполне, там, тысяча, полторы тысячи знаков, вполне допустимый, вполне нормальный. Полторы тысячи знаков, это примерно 3-4 абзаца. И уложитесь в меньший объем, супер. Уложитесь в больше, лучше немножко подсоткратить, подредактировать. Если это смска, то, сами понимаете, ограничение там сколько-то стоит, слышим символов, поэтому сама лаконичность, вот то самое одно слово здесь, кажется, пригодится. Москва 2000, Самара 2015 год. Помню, люблю, предлагаю резину, летнюю резину. Купи, да. Примерно так. Если у нас мессенджер, то здесь, опять же, там примерно знаков 200-300 можно уложить в сообщение и как-то делать рассылку. Идеально, ну, то есть режим перфекциониста, режим такого на троечку. Да, маркетолога на троечку. Если режим перфекциониста, то я продумываю дальше цепочку сообщений, цепочку, как я буду дальше с ним общаться. Если он не ответит на мое первое послание, что я буду с ним делать, если он ответит, что я буду делать, ответит, мне не надо, допустим, у вас дорого. Ну, то есть просчитать немножко те самые базовые возражения и базовое поведение, которое может как-то клиент вести себя. И именно здесь и нужен такой первый сегмент базы, тот, который потерять не жалко, на котором все это вы уже в бою проверите. Но чаще всего, какая будет ситуация? А, так, смски я сказал, письма сказал, мессенджер сказал по объему. Голосовое сообщение, ну, здесь тоже сколько здесь, 5-10 секунд у вас есть для того, чтобы успеть человека заинтересовать. По себе, опять же, такой абсолютно потребительский отзыв, отзыв, скажу, что первых секунд хватает, когда эти автообзвонщики устраивают атаки на меня. Хватает, чтобы понять, что мне это не надо. Поэтому вот эти первые 10 слов, они очень важны, которыми вы человека заинтересуете, если это будет голосовой звонок, голосовое сообщение. Дальше стратегию прикидываю. Следующий момент. Понять то самое, как я буду себя вести, что делать. То есть в процентах 10, примерно, да, идеальная ситуация, это если 10% неактивных ваших подписчиков, читателей, клиентов откликнутся, и вы с ними будете как-то работать. Соответственно, процентов 90 базы, особенно той самой нашей тестовой, ну, в кавычках, мертвой, они на первое сообщение никак не ответят. К этому надо быть готовым, и это не повод останавливаться. То есть базовые рекомендации, это минимум 3 касания. Делать с интервалом, там, 1-2 дня. И тут, в эти мгновения, просыпается страх, боже мой, я же им... Ну, и дальше все зависит от того, насколько у вас, ваш потребительский опыт богатый и тревожный. Забудьте об этом, расслабьтесь. Продолжайте в том же духе, оценивать результаты, будем по итогам этой серии. Делаем минимум такого 3 касания. Они могут быть такими же, по смыслу повторяться, то есть Москва, Самара, 2015 год, купи летнюю резину, Самара, купи летнюю резину, Самара, купи летнюю резину. Либо как-то меняться в зависимости от... Ну, скидка может увеличиваться, другое предложение может быть идти, может... Играем на эмоции. Повторять или менять? Лучше менять. Лучше, конечно, менять и менять через призму заботы, да, что я бы отправлял вам вчера сообщение, письмо, вы не ответили, все ли в порядке, там, может быть, не дошло. Опять же, повторюсь, мы все такие письма получали, мы все, как маркетологи, как предприниматели, мы все понимаем, что за этим стоят активность, за этим стоит продажа, за этим стоит какой-то коммерческий интерес. Ну, хорошо, ну и что? Ну, то есть вы когда по улице идете, вы видите рекламу, которая висит, ну, вас же она там не бесит, вы просто ее либо на нее реагируете, потому что она для вас актуальна, летняя резина, пора менять резину, либо она не актуальна, у вас нет автомобиля, вы проходите мимо. То же самое будет и с вашими сообщениями. Никакие лучи ненависти, ваш адрес, ну, не полетят в массовом порядке. Поэтому нужно здесь расслабиться и как-то менять. Есть изменения, ну, такие, опять же, классические рекомендации, это когда в течение серии мы как-то какие-то параметры нашего предложения меняем. Например, в третьем письме мы можем скидку увеличить, когда человек на первое письмо наше не ответил, на второе сообщение мы высылаем через 2-3 дня, либо через 5 дней, через неделю. Потом третье письмо, и в третьем письме мы говорим, ну, у меня почти закончился товар на складе, мне нужно его срочно очистить, поэтому для вас скидка увеличивается в два раза, допустим. Только в конце, в самом конце мы это делаем. Либо это может быть время, срок, потому что до конца моего предложения что-то осталось. Некие ограничения, сами ограничения, сами по себе, они работают очень хорошо. Просто многие маркетологи их испортили именно жесткостью своей. Только сейчас срочно торопись, я требую, чтобы ты прямо сейчас пошел и купил. Не надо этой агрессии. Мы сейчас прости, общение будем чуть дальше говорить. Здесь важно, что то же самое ограничение вы можете в тексте в вашем сообщении сказать более нежнее. Уважаемый Иван Иванович, обратите, пожалуйста, внимание, что это предложение действует всего 5 дней, потому что затем в нашем городе объявят что-нибудь, да, или затем я уезжаю, или я ухожу куда-то на дачу, уезжаю картошку копать, и поэтому я уже не смогу обработать ваш заказ. Все. То есть это агрессии, как таковое маркетинговое давление, которое очень сильно вымораживает. Нет, суть сообщений вы сообщили. Отсюда уже можно как-то дальше отталкиваться, говорить, что даты заканчиваются, размеры уходят, и что-нибудь такое. То есть какие-то параметры менять, да, либо в этих сообщениях, опять же, в следующих, после первого, во втором и в третьем, мы можем информировать клиента о ходе этой акции, о ходе развития этой ситуации. Серия, я вчера вам высылал приглашение, предложение, обращаю ваше внимание, что сегодня закончились уже там ботинки 43-го размера, их уже нет. Остались 45-го и 42-го. Вот их там фотографии, посмотрите, возможно, вас это заинтересует. В следующем письме, опять же, пишу, что уже этого нет, остались только там шнурки, мышки, что-нибудь еще. То есть вот такой тоже есть подход, когда мы рассказываем о развитии ситуации. То есть если подвести итог, то планируем мысленно внутренняя установка для себя, а затем это все уже на бумагу ложится, что это будет не одно касание, а минимум три касания. Прочитываем, как я буду вести с теми, кто откликнулся и с теми, кто не откликнулся. С теми, кто не откликнулся, я планирую дальше не одно касание, а три. С теми, кто откликнулся, есть два варианта отклика, позитивный и негативный. Позитивный, да, мне интересно, вышлите, Да, давайте обсуждать. Вы с ними общаетесь по поводу продаж. Негативные – это может быть негативные – горите в аду, пропадите, вы пропадом, мародеры разные. Хорошо, мы их не замечаем, все окей. Не бывает. Таких будет минимум. То есть их все боятся, но это будет одна сотая вашей базы, одна тысячная вашей базы. Какая одна сотая? Одна миллионная вашей базы. То есть одно такое письмо из десяти тысяч вы сможете получить. Да, да, но это всего лишь исключение, когда таких людей фриков и на улице полно, что же из этого на улицу не выходить. А затем будут какие-то, по каким-то сообщениям вы сможете понять, что человек не проклинает вас, скажем так, откровенно. Он говорит, нет денег, нет времени, не сейчас, допустим. Здесь важно по таким сообщениям додумать. Есть такой подход в психологии, вообще по жизни, в жизненной коммуникации, продумать о намерениях, что же именно вы имели в виду на самом деле. Называется он «чтение мыслей». Когда мы говорим, когда вы получаете такое некое непонятное, неразвернутое сообщение от клиента, но видно, что он не сильно против, я бы потанцевала с вами корнет, но шампанского вот нет, вот знаете из этой серии. Поэтому в такой ситуации мы вполне нормально. Следующее письмо, следующее касание, в котором вы спрашиваете, правильно ли я вас понимаю, что сейчас бюджет есть, но его нужно согласовать. Либо правильно я понимаю, что бюджет в принципе выделен, но нужно обосновать его рациональные траты перед руководством. Правильно ли я понимаю, что таких вариантов может быть 2-3 на выбор клиента. Ну то есть чем мы руководствуемся и почему мы так себя ведем? Потому что это холодная рассылка, особенно если мы говорим, что это база такая более мертвая, чем живая, которую давно вы не использовали, раз. И люди на вас реагируют как на холодную рассылку, и поэтому много и сильно объяснять свою позицию они не хотят, потому что это как общение с роботом, да, с неким голосовым меню, когда вы сотовому оператору звоните, вы не общаетесь с ним, просто кнопки нажимаете. Вот именно так это и будет. Поэтому если вы заинтересованы в этой сделке, в этой активности, то инициатива должна идти от вас. Правильно ли я понимаю, и дальше вот один из подходов. Ну второй подход уже от того, что вам клиент написал, тоже можно будет как-то там развивать общение. Я чуть-чуть добавлю. Здесь есть письмо-ответы, когда человек все-таки прочитал письмо и ответил вам, он вас любит, не любит, и в какой степени это происходит, или почему он у вас не купит. Но чаще всего люди не будут вам отвечать, вы можете смотреть по каким-то действиям. Например, технически, я уже там забегаю во вторую часть немножко, но вот прямо сейчас уместно об этом поговорить. Когда вы знаете технически, что человек открыл ваше письмо, перешел по ссылке на ваш сайт, но потом ничего не произошло, вот с этой аудиторией, да, действительно отдельно нужно работать. Когда вы цепочку планируете, вы говорите, да, если человек открыл письмо и перешел по ссылке на сайт, значит, какая-то доля интереса у него есть. И вот здесь это упражнение, додумать, что же он там хотел и почему он не справился, можно за него. И с ним уже по-другому немножко строить коммуникацию, строить общение. Я сейчас пару вопросов вытащу немножко из чата. Дмитрий, какой канал все-таки лучше, эффективнее? Мы говорим про там смс-ки, позвонить лично, голосовой обзвон, письма. Здесь нужно... Михаил, я сейчас дополню немножко, спасибо за твое дополнение. Вот по этим активностям, которые клиенты совершили, по той статистике, которая у вас есть, очень хорошо следующие касания работают в формате личных сообщений. Мы сейчас дальше, я буду про стилистику говорить, вот особенно они хорошо работают, когда вы пишете клиенту письмо. Идеально, когда вы еще имя его знаете и пишете там, Михаил, я обратил внимание, что вы мое прошлое письмо получили, прочитали, прошли на сайт, но заказ почему-то не сделали. Что-то случилось, чем-то помочь, то есть вот это то, что я все знаю, то, что я демонстрирую заботу, то, что я хочу помочь. В таком стиле. Это не... Ну, лучше не делать это в формате робота, не делать это в формате корпоративного сообщения. Мы обратили внимание, либо каких-то безличных конструкций. Вами было совершено действие, и оно не завершено до конца, поэтому настоятельно рекомендую завершить его до конца. Да, вот это, да, кошмар. Поэтому лучше в формате вот такого личного сообщения, где вы обратили внимание на них. Хоть, ну, желание ответить на них гораздо больше, чем на такие автоответчики. По поводу какого канала, ну, нет такой статистики, куда лучше, куда хуже, нужно пробовать. И поэтому вот это первая такая базовая тест-тестовая ссылка, она... ...из такого, из поколения, имейл-поколения. Сейчас, опять же, это от возраста. Если дальше продолжать твой вопрос, то это от возраста очень сильно зависит от нашей аудитории. Если она такого среднего возраста, то я предположу, что скорее имейлы. Если это более молодежная, то, ну, мессенджеры тут будут перспективнее и приоритетнее, чем имейлы. Вот так бы я делил. Но, опять же, нужно статистику смотреть. И здесь я увидел вопрос... Ну, да, Михаил, пожалуйста, посмотри в чате. Я здесь краем глаза увидел вопрос про законность. Я хотел бы немножко тоже о нем поговорить. А все ли... ты меня нормально слышишь? Все ли в порядке? У меня пару раз прерывалось, но вот в целом все окей. Да, спасибо, коллеги. Спасибо за ваши вопросы. Ну, смотрите, безусловно, вопрос законности, он имеет место быть. Да, все эти законы о рекламе и прочее, прочее. Да. Ну, вот есть, знаете, как есть езда по дороге, управлять автомобилем по правилам, есть там по жизни. Всегда где-то можно пропустить, фарами там мигнуть, да, дальним светом, уступить где-то, пропустить, и тебя и вас пропустят. Вот то же самое и здесь. Если вы, ну, эти люди когда-то зарегистрировались у вас на сайте, и вы ни о чем их не предупреждали, ни о ком использовании персональных данных, и у вас там маленький бизнес, небольшой бизнес, то вероятность получить какие-то там юридические последствия в дальнейшем, они минимальны, они сводятся, ну, к нулю. Да, если у вас крупный бизнес, особенно какой-нибудь банк, либо особенно какая-нибудь там корпорация, то, безусловно, найдутся люди, которые захотят на этом, ну, поживиться, да, и будут там обращения в ФАС и так далее. То есть вы малый и такой мало-средний бизнес, то не стоит опасаться каких-то санкций вот сейчас со стороны. Опять же, повторюсь, если эта база собрана вами, но как-то там на сайте, но как-то не предупредили, и вы не было галочки о том, что это персональные данные и так далее, и так далее. Если эта база куплена вами в переходе, пока вы выскочили сейчас, выносить мусор и приобрели базу, то, знаете, что, опять же, тоже по большому счету каких-то санкций лютых не будет, но рассылка по ней будет неэффективна, потому что это такая мертвая база. Еще вопросик оттуда. Есть ли рекомендации для имейла по обходу спам-фильтров? Не технические, а там логические, что там в заголовок можно, что нельзя? Я, ну, скорее, я не такой прям, давайте сразу сольюсь, я не являюсь техническим экспертом по разным спам-фильтров, и по той информации, которую я знаю, письмо оценивается по там нескольким десяткам, если не сотням параметров, где сам текст письма, он, ну, не приоритетный. Поэтому пишите вот эти, что слово «скидка» запрещено, слово «спам» запрещено, слово «спецпредложение» запрещено едва ли. То есть попробуйте, опять же, для того, чтобы четко понять на вас, это будет распространяться или не будет распространяться, можно сделать некую тестовую рассылку по 10% базы. Можно через ваш сервис рассылки, через тот инструмент, которым вы будете пользоваться, либо пользовались, отправить самому себе тестовые письма на три ящика, на Mail.ru, на Яндекс.ru, на Gmail.ru, и посмотреть, в какую папку они попадут, и как они попадут, и уже поэтому будет видно, получат мои получатели это письмо, либо нет. И тогда уже вопросы именно к техническому решению в большей степени, чем к заголовку. Вы можете поиграть с заголовком, можно посмотреть, как оно, но в большинстве ситуаций ничего не изменится, потому что, повторюсь, параметров оценки письма на спам гораздо больше, чем слово «скидка» в заголовке. Но если вот так для самоуспокоения, не упоминайте слово «скидка», то и оно уже выдаст рекламность вашего послания. Просто другие поводы, сейчас мы об этом немножко больше поговорим. Окей. Ну вот из вопросов видел там комментарий, что агрессивный подход тоже работает, но мы здесь не говорили, что не работает. То есть тут общие рекомендации. Вам нужно тестировать, правда, может быть, в вашем случае, там как раз агрессивное дожатие из 12 касаний в день, вот оно даст свой эффект на коротком промежутке. Да. Да, да, да. Более того, основной свой спич я направляю на тех участников, на тех коллег, которые до сих пор ничего не делали. И в большинстве своем вы это не делали, потому что вы опасались нанести какой-то вред, ужас вашим получателям. Тех из вас, которые уже что-то сделали, и я так понимаю, что тот коллега, который задал вопрос про агрессивный подход, вы уже что-то делали. Так это здорово, да. Поэтому если вы делаете, уже продолжайте. Если не делали, знайте, что не обязательно можно делать агрессивно. Есть нежные, аккуратные касания, которые не вызовут, не повредят вашу карму, не говоря уже про репутацию вашей компании. И, ну, друзья мои, если сейчас вопрос стоит, будет ли мой бизнес жить завтра, либо не будет, то вопрос вот такой эфемерный, а не навредит ли такая рассылка моей репутации, он сейчас не стоит. Она не навредит вашей репутации, потому что одно, даже три письма никак на нее не повлияют. Вы ежедневно получаете десятки писем, половина из которых от компаний, которым вы не подписывались, не давали разрешения и так далее. Едва ли вы как-то вообще тратите на них эмоции, время и силы. Вы их не замечаете, вы их по-своему как-то игнорируете, убираете и так далее. То же самое, скорее всего, произойдет с вашими письмами со стороны клиентов, которым они интересны. У них просто удалят и все, никак это не будет. Потому что тратить время, силы, энергию на то, чтобы вас наказать за одно письмо, это нерационально. Повторюсь, если вы не банк, если вы не крупная компания, на которой можно заработать такими судебными исками и так далее. Предлагаю тогда двигаться к следующей части, к тексту и к приемам. Я выключу видео, чтобы у тех участников, у кого канал интернета не такой широкий, было им голосом, останусь здесь рядом. Хорошо. Тогда, да, коллеги, если что, вы мне, пожалуйста, сигнализируйте, стало ли лучше, стало ли хуже. Может быть, присутствие изображения Михаила наоборот делало связь стабильнее и звук лучше. Поэтому вот сейчас насколько изменилось? Как и раньше. Как и раньше, хорошо. Отлично. Если что-то изменится, вы мне, пожалуйста, сигнализируйте. Тогда У кого-то что-то поменялось в лучшую сторону, это прекрасно. Я думаю, надо идти дальше. Хорошо. Тогда давайте двигаться дальше. У нас есть поводы, с которыми мы можем обратиться к клиентам. У нас есть копирайтинг, да, что нам нужно писать. Давайте разбираться с этим. Момент следующий, то есть поведение, наше пошаговое поведение. Следующий момент. Шаг первый, то, что мы уже проговаривали. Нахожу базу. Шаг второй, нахожу причину, по которой я сейчас могу клиенту написать. Шаг половина между первым и вторым. Как-то попробовать ее сегментировать. Эту базу по каким-то признакам, которые понятны. Следующее. Прикидываю, в каком канале я буду писать, да, в каком канале буду приоритетнее коммуницировать. Следующий момент. Нахожу повод, да, по какому я могу клиентам задаться. В поводе есть разное. Простой – это напомнить прошлое наше с ним взаимодействие. Помните, вы интересовались. Помните, вы обращались. Помните, вы спрашивали. То есть более того, ну, в таком поставить контексте вопрос, то помните ли, чтобы человек вспомнил. Есть моменты, мы с вами общались ранее, я здесь хочу предложить вам что-то, да, момент второй. То есть мы рассматриваем такую ситуацию, что человек уже решил с нашей помощью, либо не с нашей помощью, задачу, и мы предлагаем ему что-то следующее, тот самый апселл, о котором мы говорили. Либо, если он ничего не покупал, то мы напоминаем и пытаемся наше общение с ним возобновить. Следующий, я сейчас открою презентацию, и покажу список нескольких поводов, да, которые вам... Акция, но она почему-то не открылась. Открылась, видим. Снова открылась, снова видим. Экран скачет, но я ее не вижу. Давайте тогда я уберу, чтобы нам не... Так, презентация сломала, звук и видео у Дмитрия, кажется, что... Надо слайдами пощелкать, будет там... Первое, то, что я сказал, воспоминание. Помните, мы с вами общались. Момент второй. Получше звук? Да, презентацию вышли, все нормально, там в презентации как раз такие, та структура, которая есть, то, о чем мы говорим. Следующее, да, я... Помните, мы с вами общались раз. Мы можем предложить клиенту, предупредить его о наступлении какого-то события, чего-то в его бизнесе, в его жизни, для которых наше предложение будет актуально. Праздник, текущая какая-то ситуация, либо что-то еще. То есть мы привязываем свое предложение к будущему нашего клиента. Но не просто, говорим, вам в будущем пригодится, а наступает сезон полива картошки, наступает сезон посева тюльпанов, поэтому я предлагаю вам рассаду тюльпанов и так далее. То есть то, что клиентам будет актуально, и дальше отсюда танцуем. Следующий, например, повод это... Есть такой очень интересный подход. Дисконтная программа с эффектом затухания. Когда мы говорим клиенту, что у нас какая-то сейчас активность, какая-то сейчас акция, у вас есть там скидка либо на этот товар, на это предложение, либо на весь наш ассортимент, либо на какой-то определенный сегмент. И эта скидка составляет x процентов. Но обратите, пожалуйста, внимание, что каждую неделю, либо через каждые три дня, она сокращается в два раза. Поэтому будьте быстрее, будьте динамичнее, торопитесь там. Только не надо таких жестких слов. Торопитесь, бегите скорее. То есть знайте, что по условиям нашей распродажи, нашей акции, каждые три дня скидка уменьшается в два раза. И здесь у нас опять же появляется новый повод каждые три дня на протяжении двух недель писать такие легкие напоминалки клиенту о том, что Иван Иванович, обратите, пожалуйста, внимание, завтра скидка сократится в два раза, либо послезавтра скидка сократится в два раза, и так далее, и так далее. Накануне здорово об этом говорить. Такой есть повод. Есть повод предупредить клиента, но этот подход хорошо работает, когда вы знаете историю покупок, когда вы знаете, что он уже покупал, и когда он это покупал, что запас чего-то, того, что он у вас покупал, заканчивается. Либо запас, либо срок действия, либо годности продукта, жидкости, какого-нибудь там, срок действия сертификата заканчивается, то, что мы все получаем, когда нам страховая компания высылает срок действия, полис заканчивается, срок действия домена заканчивается, продлите его и так далее. У вас, скорее всего, тоже есть такие продукты, товары, у которых срок действия может заканчиваться, либо его количество заканчивается. Хорошо это работает с теми клиентами, у которых покупали регулярно, и вы примерно можете просчитать, что клиент покупал у вас питьевую воду раз в неделю, а сейчас вдруг пропал. И самое время напомнить, и сказать, как же вы без воды, там, Иван Иванович и так далее. Момент следующий, мы можем предложить клиенту, ну, не делая скидок, просто какое-то событие в вашем бизнесе, обновление, дополнение ассортимента, я ввел что-то новое, мы придумали что-то новое, мы разработали что-то новое, мы открыли что-то новое, то есть некое такое, то прошлое все предложение, ассортимент у меня был, но здесь еще и дополнение, изменение, вот оно, и о нем клиента информируете. То есть другими словами, это я сейчас перечислил, по воды, по которым вы можете, ну, первое письмо написать, такое некое моральное право к вам обратиться, что я не просто воздолблю рекламой, а вот, некая возможность у меня появилась. Есть момент такой, что мне, вот лично мне, когда я такой подход использую, мне очень нравится, близко, где-то на уровне души я, это близко мне, я планирую нагрузку агентства на ближайшую неделю, либо на ближайший месяц, запланировать ли заказы с вашей стороны, от вашей компании, от вас. Пишу просто, чтобы, чтобы, и дальше я могу повторить то же самое. Вот эта конструкция, пишу, чтобы знать, я планирую загрузку на следующую неделю, пишу, чтобы узнать, будет ли с вашей стороны загрузка, такая абсолютно не агрессивная, не жесткая манера общения, где я просто спрашиваю клиента, заказывать чего-то будете, но я пишу, подпишу, чтобы если вы планируете заказывать, то я забронирую под ваш заказ наши креативные мощности, копирайтера, дизайнера, корректора и так далее. С постоянными, либо с разовыми клиентами, которые обращались хоть раз, с нами работали, такой подход, по другим разным поводам, которые здесь перечислил, работает лучше всего, я заметил, особенно когда лично я пишу, и именно представитель, не компания пишет, а именно человек пишет. Это хорошо, так работает, на это здорово обращать внимание. Для B2B, ну, конечно, одним словом, повод, ну, безусловно, коллеги, повторюсь, мы сейчас рассматриваем ситуацию, что вы ничего не делали, у вас есть потребность, потребность в заказах, и нужно хоть откуда-то эти заказы получить. Можно вливать тонны денег в контекст, в таргет и так далее, можно использовать те ресурсы, которые у вас есть, и не сомневаться, не бояться, а делать, а потом уже делать какие-то выводы. Следующий момент, само стиль, стиль сообщений, стиль послания. Не важно, какие раньше вы делали послания, письма, как вы коммуницировали с клиентом. Сейчас меняется ситуация за окном, измениться и вам. Поэтому лучше и настоятельно вам рекомендую, чтобы письмо было написано в личном стиле от какого-то значимого, заметного представителя компании, либо от того человека, с которым клиент работал раньше. Если это менеджер, то здравствуйте, Иван Иванович, я Лариса, помните, вы два года назад интересовались, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если он ни с кем у вас не общался, то здравствуйте, меня зовут и, ну, от весомого, от значимого человека, директор, заместитель, исполнительный и так далее, и так далее. То есть чем меньше должность человека в компании, тем реакция на него, ну, как правило, она чуть слабее. Поэтому с большим уважением здорово, приятно получать письма от неких руководителей. Вы можете этого руководителя придумать, этого героя придумать, но здесь сейчас не место всяким шуточным штукам. Привет, меня зовут Лисенок Петр, и я хочу предложить тебе, не надо вот этого всего, если у нас только не детская аудитория, ну, просто здравствуйте, меня зовут Иван Затевахин, я исполнительный директор компании Затевахина сыновья, и я подумал, они предложат ли вам что-то. Вот такой момент, да, личное письмо, когда личное, личное письмо, может быть, ну, вам будет легче его писать. Вам легче его писать, потому что, когда ты вживаешься в образ компании, то от «мы» очень сложно писать. Мы хотим, мы хотели бы, мы предлагаем, ну, в общем, мысли теряются, особенно если вы не профессиональный автор, не копирайтер. Поэтому от себя четко понимая, что предлагаю, три части у сообщения. А сколько времени у меня еще есть, Михаил, скажи, пожалуйста. А у нас минут 5-6 осталось. Отлично. Тогда как раз вот на копирайтинг остается. Конечно, хотели бы лучше не писать, безусловно, вы здесь совершенно правы. То есть всякие «бы», всякие неуверенности, всякие «можно», «могли бы», «надумали бы» и так далее, все это убирать. Дальше следующая сама структура письма, начало приветствия. То есть заголовок с именем клиента лучше не использовать. Да, этот прием рекомендуют классики маркетинга, классики жанра, но в Рунете за последние порядка 2-3-5 лет очень сильно выжжено это поле, когда я получаю письмо с именем в теме. Своим, «Дмитрий, вы забыли это у нас». Я понимаю, что там, понятно, что я забыл скидку, распродажу, что-то еще. Такой это уже первый триггер, первый сигнал, что это письмо рекламное. Поэтому я бы, ну, потестируйте, проверьте, но я в последнее время такое не использую. Имя лучше в приветствии поставить. Заголовок сделать, как рекламный заголовок, по разным приемам написания заголовков, которых очень много в интернете. Посмотрите, чтобы я время сейчас не терял, а на самые значимые моменты обратил внимание. Поэтому, если вы имя знаете, то тогда начинается наше сообщение, письмо, либо там рассылка в мессенджерах с приветствия по имени «Здравствуйте, Иван Иванович». Если вы имени не знаете, тогда и приветствия здесь, приветствия можно пожертвовать, потому что это одна строчка, целая строчка, которая съедает объем письма. Поэтому сразу начинаем с сути предложения, с той самой фразой «Помните, мы с вами встречались на набережной в Самаре в 2015 году» и «Пошло-пошло». То есть первая фраза – это предложение порядка шести-восьми слов, в котором вы напоминаете прошлую историю коммуникации. Если вы написали текст и видите, что это первое предложение, большое, больше шести слов, больше одной строчки, тогда добавляем маленькое, короткое предложение в самое начало. Короткое – это одно-два слова, и здорово, чтобы оно было направлено на читателя. Помните, знакомо вам, сомневались, забыли, ну, такое вопросительное, с глаголом очень хорошо так вот тормозит внимание, ну, и дальше тот самый повод называйте. Затем, после этого первого предложения, в котором вы напоминаете историю общения, историю коммуникации, вы называете уже суть моего предложения. У нас обновление ассортимента, у нас распродажа, у нас акция, скидка, ну, то, о чем я говорил. И обращайтесь к клиенту, здесь рассмотрите возможность, оцените возможность, закажите и так далее. В этом, ну, то, что называется ядром письма, ядром сообщения, либо оффером в разных терминологиях, по-разному, самая частая ошибка – это «мы подход», когда пишут «мы предлагаем вам купить», «мы разработали» и «мы предлагаем вам», поэтому там, где есть возможность, это уже на этапе вычетки письма, хорошо работает, если вы не профессиональный автор, «мы» на «вы». То есть не «мы предлагаем», «вы рассмотрите», «мы сделали», «вы купите». То есть там, где мы какую-то активность делали что-то руками, как-то разрабатывали, мы себя оставляем, я тут подумал и предлагаю вам рассмотреть, рассмотрите, пожалуйста, выберите, пожалуйста, оцените, пожалуйста. Там какие-то действия и дальше стараемся больше на «вы». Вы получите вам для вашего удобства, выгоды, стараемся вы в таком ключе писать. Стараемся там, где если это письмо и у нас позволяет объем, те самые полторы тысячи знаков, несколько абзацев, там, где мы кроме самого предложения, предложения акционного, еще вы указываете выгоды, указываете особенности, конкурентное преимущество ваше предложение, а здорово, чтобы оно было в нем, тогда помните, что стараемся их конкретизировать. Самая вторая по частоте ошибка это лаконично, ну, потому что много нельзя писать, закрываются люди прилагательными наречиями. Сотрудничать с нами выгодно, удобно, безопасно. Это ни о чем не говорит, да, и раньше ни о чем не говорилось, сейчас тем более. Поэтому старайтесь, что такое выгодно, четкая конкретика, пусть это будет еще 2-3 предложения. Пусть вам будет казаться, что, боже, это получается гигантское письмо, аж три абзаца, но эта конкретика работает лучше, чем ни о чем не говорящие слова, быстро, удобно, качественно, недорого. Конкретику давайте, цифры, факты, примеры, детали. Быстро доставляем в течение двух дней. Качественно тройная проверка заказа на стадии сборки, и курьер, привозя его перед вами, еще раз тестирует, издает вам уже полностью готовый прибор. Недорого. Наши цены в среднем на 20% ниже по рынку, и сейчас еще есть отдельное ценовое предложение, еще там минус 20%. Цифры. Во-первых, цифры сообщают суть, во-вторых, цифры цепляют внимание сильнее. Мы понимаем, что мы делаем холодную рассылку, мы понимаем, что его будут читать краем глаза, поэтому цифры, как и имя, если у нас есть получатель, это те самые крючочки, которые цепляют глаз. То самое ядро написали, здесь не надо выдавливать из себя по капле копирайтера. Пишите в режиме «я пишу приятелю», «я пишу другу», поэтому личная коммуникация, письмо от себя, вам легче будет на него настроиться, раз, пишите так, как вы писали, здесь не надо переключаться в другой режим, вот просто в режиме Ивана Ивановича «вас пишите». Все у вас получится, этот стиль будет живым, просто нужно будет добавить цифры. Концовка «Призыв к действию». Опять же, большинство, самая частая ошибка непрофессионалов, то есть ни копирайтеров, ни маркетологов, клише из рекламной, самой жесткой рекламы, телемагазина. Срочно прямо сейчас покупайте. Ну, попробуйте, опять же, но если коробит и не хочется, замените это более, более мягким призывом, то есть без этих срочно. Либо, что мне, например, больше нравится, когда мы предлагаем получателю совершить действие, безопасное для него, какое опасное действие? Потратить деньги. А мы предлагаем ему перевести его на следующий этап нашего с ним общения. Пройдите, пожалуйста, по ссылке и посмотрите, какие новинки мы для вас приготовили. Пройдите по ссылке и посмотрите программу тренинга. Пройдите по ссылке и посмотрите, какую часть каталога мы выложили в открытый доступ. Я не предлагаю купить, я не заставляю купить, я просто предлагаю человеку пройди и посмотри, пройди и оцени, попробуйте, да? Ну, и второй призыв не забывайте добавить, если у вас возникли вопросы, я с удовольствием на них отвечу, пишите мне смело и открыт для вас, дорогой мой Иван Иванович, друг. Тут немножко больше такой любви и нежности это очень оценят. Поэтому простой переход, он хорошо работает. Если поймете, увидите там по поведению клиентов, что не очень активно они переходят, имеет смысл добавить информацию о том, что это еще и легко, и просто, и быстро. На изучение вам потребуется всего 20 секунд. Это очень просто. Для того, чтобы посмотреть наши 15 позиций, в среднем требуется одна минута. Вот такое указатель на то, что это времени много не потребует. Вот такое у вас письмо получится. Отложите его на ночь. Утром еще раз посмотрите в режиме, написано ли оно нормально в приятельским стиле, есть ли там имя, есть ли там цифры, конкретика, понятно ли, что я предлагаю, есть ли там вы подход, а именно вы получите, вы оцените, вы и так далее. Написано ли оно в настоящем времени, а не в будущем, потому что очень часто у вас будет все хорошо, когда к вам приедет мои суши, вы будете сыты. Нет. Отолите голод, вы почувствуете сытость, меньше будет вообще самого слова. Если есть возможность перестроить из будущего времени в настоящее время, и вы сыты, и вы довольны, вы с удовольствием лежите на диване и смотрите ваш любимый сериал, тогда лучше в настоящем времени все это писать. И, помолясь, делаем первую рассылку, оцениваем результаты, цифры, конкретику и планируем следующий шаг. Повторюсь, самый частый результат, который вы получите, это отсутствие реакции. То есть, она будет минимальной, порядка 10% отклик будет, второй там отклика не будет. Поэтому мы делим дальше базу на тех, которые что-то сделали, но не ответили вам. Им отправляем одно письмо. Тем, которые ничего не сделали и не ответили им письмо из серии «Я волнуюсь, дошло ли мое предложение». Тем, которые как-то ответили, уже строим коммуникацию с ними, исходя из того, что я говорил выше. Либо мы додумываем за них, да, я правильно понимаю, что. Либо, да, спасибо за вопрос, отвечаем вопрос, снимаем возражения, продолжаем общение, продолжаем коммуникацию. Минимум три, три такого касания выполняем и смотрим уже потом, по итогам этой кампании мы оценим результаты. Не по первой, ни в коем случае, потому что она ничего вам не даст. Вот, я так понимаю, что по времени, по времени. Примерно мы по времени пробежались. Несколько раз в чатике просили чуть-чуть просуммировать, и вот те шаги, по которым мы сегодня проходили, это сбор бабы. Если она у вас никак не фактурирована, посмотрите, где она, в принципе, может быть, на листочках, в админке сайта, в Excel, в почте, где-то еще, соберите. Посмотрите, где вы эту базу собрали, то есть, есть ли повод написать человеку, где вы с ним встречались, как обозначить, кто вы такие. Вот про Самару Дмитрий часто говорил, да, мы с вами на набережной в Самаре, или в прошлом году на выставке, или вы заказывали у нас что-то. Сформулируйте цепочку, вот про цепочку еще раз очень важный акцент поставлю здесь, что это не единственная рассылка, там, письмом, или смс, или, там, по какому-то другому каналу, это вами продуманная заранее серия, когда вы говорите, вот моя база из, там, ста клиентов, я им отправлю сначала вот это сообщение, потом база поделится на тех, кто отреагировал, не отреагировал, этим я отправлю одно, этим второе. Вот этот цикл сначала у себя нарисуйте на листочке условном, да, и потом опишите. Сформулируйте услугу или, там, товар, который вы хотите предложить. Если вы знаете какую-то историю про клиентов, прям класс, здорово, вы можете к ней привязаться. Если вы ничего не знаете, они просто у вас в базе когда-то с вами коммуницировали, ну, тогда вам нужно сделать какое-то, там, актуальное, выгодное, интересное предложение. Если вы можете использовать, там, специальное предложение, ценовое, либо какой-то бандл, пакет, что-то выгодное, что человек прямо сейчас может для себя понять, это да, мне нужно, и сформулируйте уже конкретно в тексте по правилам, которые Дмитрий договаривал только что, вступление, ядро, призыв к действию, тот самый посыл, который вы будете писать. Верно ли я пересказываю, Дмитрий? Да, Михаил, спасибо большое, все супер. У меня единственный такой момент в дополнение, здесь в чатике краем глаза увидел, комментарий, что это азбука. Ну, прежде всего, мы ориентируемся, да, такие советы, которые не уникальны, и некоторые из вас могли их знать. Поэтому я, кроме той структуры, которую мы с Михаилом сейчас обсудили, старался давать отдельные такие комментарии, советики, которые повысят эффективность ваших писем, если у вас уже все эти серии настроены, и вы просто гуру, касаний и дожимы. Чаще всего, да, то, что получается, мы это на уровне понимания знаем, но в деталях не сильны, и поэтому мы стараемся, я сейчас старался на детали обращать внимание. Второй момент, то, что знать, делать, это все-таки две большие разницы. Поэтому, если вы это знали, но ничего не делали, то какая же грош цена этой информации, которую вы знаете. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наша прогулка по Петербургу смотивировала вас сделать рассылку прямо сейчас, не откладывая на потом всякими оправданиями сегодня же пятница, сегодня же конец апреля и так далее. Это все рациональные ваши оправдания, которыми, ну, многие из нас оправдывают лень либо страх. Повторюсь, мы начали со страха, боязно что-то делать. И ерунда, что завтра суббота, нужно сделать это прямо сейчас. Завтра не будет возможности. Потому что отправить лень от их нахвата. Лучше отправлять прямо сейчас и дальше уже смотреть по ситуации. Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо, Михаил. Спасибо за приглашение прогуляться по Петербургу. Так, Дмитрий, спасибо коллеги. До новых встреч. Желаю вам больших продаж. До свидания. Так, окей. Мы перестали сегодняшний вебинар. Будем смотреть теперь, как то, что Дмитрий порекомендовал облечь в VITREX 24, в систему, как это настроить. Посмотрим на интерфейсы. Георгий, выходи на прогулку. У нас смена состава в прямом эфире. Вот комментарии спасибо. Я передам непременно, если видеть сейчас. Так, Георгий, привет. Я чуть-чуть... Привет. Георгий Героев. Сейчас немножко расскажет про себя сам, а я чуть-чуть вводных, да? Мы с Георгием знакомы достаточно давно. Знакомы и про VITREX 24, естественно, поскольку Георгий партнер. Наш герой, Георгий Героев. Да. Сегодня наш герой и про VITREX 24 и про маркетинг во многом. И поэтому сегодня такой симбиоз очень удачный получился, что мы с Георгием будем разговаривать и про VITREX 24, про интерфейсы, про механику внутреннюю, и очень хороший опыт, Георгий, в маркетинге и в CRM-маркетинге в частности есть. Привет тебе еще раз и немножко расскажи про компанию. Я знаю, у тебя пару слайдов есть. Мою презентацию включить? Так, это... Я не разберусь. Да, твою мы сейчас... Ты включаешь. Я бросил уже презентацию, ее скорее всего видно. Так, и вот кажется, что она... А я не знаю, видно, не видно, друзья? Скажите мне. Так, друзья говорят, видно. Там же на слайде оффгрупп, правильно? Да, да, да. Я сильно много времени тратить на это не буду, просто два слова буквально скажу, кто мы, чем мы занимаемся. На самом деле, оффгрупп образовалась буквально в конце 19-го года, образовалась из двух компаний, мы появились, это маркетинговая группа Маткофер и веб-студия Дудеров. Так, где мы? Медленно у меня перелистываются. Не понимаю я. Видим второй слайд, да. Да? А я не вижу. Видимо, как у Дмитрия, та же самая штука. Вы видите, я не вижу. Вот. Собственно, нам удалось совместить две классных штуки, то есть Маткофер, это было всегда, в общем, больше про смыслы, это про бизнес-консалтинг, это про маркетинг, про автоматизацию маркетинга, продаж. Компания Дудеров, это веб-студия, где прям айтишники, прям вот ребята-программисты, вот, и нам удалось вот эти две штуки классно совместить. Очень часто приходилось, не часто, но приходилось слышать от клиентов такую штуку, что там приходит IT-интегратор, ребята классные, все могут сделать, все могут запрограммировать, там, могут написать приложение, но со смыслами помочь не могут. В этом смысле мы можем помочь и со смыслами. Вот. Я, наверное, тут немножко наших участий во всяких разных мероприятиях. Там наши четыре основных продукта, которые мы сейчас реализуем, это автоматизация бизнеса, это разработка сайтов, мобильных приложений, в том числе приложений для Bittrex 24. Это настройка сквозной аналитики и онлайн-продвижение. Немножко наших клиентов, с кем мы работали и продолжаем работать. И, в общем, наверное, и, наверное, все. Из общего выступления так. Хорошо. Да. Мы сегодня в большей степени про Bittrex и зрение клиентской базы. Давай попробуем посмотреть на сервис изнутри и попробовать вот пройти тот путь, когда компания не занималась раньше никаким маркетингом по своей клиентской базе. Что и сейчас сделать и как это может выглядеть. Мы сейчас перезагружаемся в скриншаринг и вот, в сам интерфейс. Если у кого-то есть Bittrex 24, друзья, вы узнали интерфейс. Если нет, то это облачный сервис Bittrex 24 из CRM направления и конкретно в CRM, CRM маркетинг. Так. Тогда давай. Книж, я не вижу тебя, не вижу комментариев. Вот я вижу, собственно, только интерфейс. Готов показывать, рассказывать. Ты, если что, меня направляй тогда. Да, если ты меня слышишь, то этого достаточно будет. Я тебя слышу прекрасно. Все отлично. Тогда, пожалуйста, давай посмотрим в интерфейсе, что же нам можно сделать с базой. Ну, во-первых, ответим на вопрос, загружается ли база внутрь CRM-системы и как, откуда ее можно загрузить. Да. Значит, друзья, смотрите, что у нас в Bittrex 24 есть. В Bittrex 24 наша клиентская база хранится в двух сущностях. Это сущность контакты, это, собственно, те физические лица, с которыми мы взаимодействуем. То есть это реальные люди, у которых есть телефоны, у которых есть почты, у которых есть там реальная фамилия, имя. Ну, здесь не совсем реальные фамилии, имя, но смысл в этом. Вот. И есть сущность компании, это, собственно, юридические лица или индивидуальные предприниматели, с которыми мы взаимодействуем. Ну, вот компании у меня нет, я здесь подготовился на контакты. Вот. То есть мы юридические лица заливаем в компании, физические лица мы заливаем в контакты. У нас есть несколько возможностей собрать нашу базу. То есть база есть у любой компании, она хранится, она может храниться в файликах Excel, она может храниться, Миша буквально недавно говорил, да, она может просто быть у вас в почте, она может быть в админке сайта, она может быть на листочках менеджеров по продажам. И, в общем, мы за исключением, наверное, листочков мы можем достаточно автоматизированно это дело собрать. Вот. У нас есть возможность загружать все это дело из Excel, то есть есть здесь импорт файлика CSV со своими настройками, то есть мы можем взять готовый файл Excel, можем его сюда загрузить. Можем сделать импорт из почтовика, можем сделать это через интеграцию с... У нас здесь есть... Так, нету у нас здесь, да? А, миграцию из других CRM-систем. У нас здесь есть различные приложения, которые позволяют переехать из другой CRM-ки или из другой базы. И этих приложений, насколько я знаю, Миш, должно стать в ближайшее время больше. Да, приложения есть и сейчас, можно, и они будут расширяться, но мы сейчас говорим, наверное, в большей степени о том, что клиенты не переезжают откуда-то, а вот решили сделать себе CRM-систему. То есть можно и переехать, да, можно из Excel-ки загрузить. Здесь вроде бы все понятно. Можно загрузить еще из 1С-ки. То есть если у вас база есть в 1С, то можно по интеграции с B224 можно клиентскую базу выгрузить автоматически сюда всю из 1С. То есть с базой хорошо. То есть ее можно из разных файлов не руками забивать, хотя руками тоже можно, если у вас там у каждого менеджера по 10 клиентов текущих, можно попросить их и руками. Но, наверное, это не там CRM-маркетинг в полном смысле этого слова. Импорт из Excel-файлов, например, или там из почтовых программ отлично подойдет. Как Юргий поговорил, что у нас есть формат компании и физлиц. Если мы работаем в B2C-сегменте, то нам нужны только контакты этих лиц. Если мы работаем в B2B-сегменте, то нам нужны и компании, и контакты. Соответственно, контакты – это сотрудники компании. Мы сейчас перебрались в карточку конкретной компании. Верно я вижу? Да, я сейчас просто сделаю какую-нибудь тестовую компанию, привяжу к ней контакт, наверное, чтобы увидеть, как это просто. То есть у нас есть ООО «Ромашка». И вот мы привязали к ООО «Ромашка» наше контактное лицо Анну Пирогову. Вот, соответственно, у нас есть связанные сущности. У нас есть наша компания. Вот здесь видно компания. У нас есть Анна Пирогова. Это наш контакт в этой компании. Таких контактных лиц может много быть, потому что вы можете взаимодействовать с бухгалтерией, вы можете взаимодействовать с производством, с отделом продаж, и у вас может быть в одной компании много контактных лиц. Так, хорошо. С базой примерно разобрались. То есть мы ее как-то по крупицам собрали. В базе есть разные контактные данные. Где-то есть электронная почта, где-то есть мобильный телефон, где-то там домашний телефон, где-то может быть… Ну, вот, собственно, как раз, да, пример. То есть у нас здесь нет мобильного телефона, есть почта, а здесь есть телефон, но нет почты. И у базы, у каждого этого либо контакта, либо компании, есть определенный набор характеристик. Когда мы в первой части разговаривали с Дмитрием, то мы говорили, давайте мы просегментируем как-то эту базу, для того, чтобы потом понимать, как же ее разделить. Вот давай здесь посмотрим, какие возможности сегментации. Да, все правильно. Смотрите, коллеги, то есть в идеальном мире вы должны собраться, наверное, скажем так, какой-то инициативной группой и определить какой-то набор характеристик, по которым вы можете делить ваших клиентов. Этих характеристик может оказаться очень много, и этот список может быть очень большим. Потом из этого списка можно выбрать определенный набор приоритетных характеристик, забить их в виде полей Битрикс24 и сделать эти поля обязательными. Ну, вот, например, если мы занимаемся, ну, мы ветеринарная клиника или мы, не знаю, зоомагазин, сеть зоомагазинов, интернет-магазин зоотоваров, у нас есть, например, Клавдия, наш клиент, да, мы знаем о нашем клиенте, что у нее есть домашнее животное. Домашнее животное – кошка. Это, собственно, кастомное поле, которое мы создали сами. Сюда этого не было в Битрикс24, то есть это то, что мы добавили, ту характеристику клиента, которую мы добавили сюда. У нашей Клавдии может быть не только кошка, она может быть владельцем и летучей мыши, в том числе, да, и енота, и собаки. Гремучее сочетание – кошка и летучая мышь. Да. И сейчас вообще про летучую мышь лучше бы из питомцев вычеркни, пожалуйста, давай мы как кого-нибудь другого. А давай мы прямо сейчас это, наверное, сделаем, чтобы увидеть, что это достаточно просто. То есть я вычеркнул летучую мышь и добавил в Mew. Все, а мы теперь можем выбрать еще здесь из Mew. И летучей мыши у нас больше нет. Вот сейчас, Григорий, что сделал? Это поле, вот как мы ругались, страшным словом, кастомное, которое мы сами создали. Его по умолчанию в CRM нет. Есть разные совершенно бизнесы. И для вас может быть актуально поле животное или какое-то другое. Вы его придумаете и говорите, что это поле выбора из списка. Когда у вас есть предопределенные животные, вот мы их тут понабирали немножко, и их можно выбрать. И вот таким образом просто редактируется список. Мы добавляем животных, убираем, меняем их и потом привязываем карточки. Да. И мы можем сделать это поле обязательным, для того, чтобы невозможно было сохранить карточку этого контакта без заполнения этого поля. То есть если я буду сейчас создавать новый контакт, я попытаюсь сохранить этот контакт. Значит, для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас по каждому клиенту был такой признак проставлен. Если мы не понимаем, кто у нас, какой зверь у клиента живет, то нам тяжело с ним общаться, тяжело сегментировать. Да. Но он, собственно, мне не дает сейчас сохранить карточку контакта, потому что у меня не заполнено обязательное поле. Да. Если у нас по условному скрипту, у нас или наших коллег, есть вопрос, какое животное у вас есть, его нужно обязательно задать, чтобы получить ответ, и такую карточку сохранить. Это может быть обязательным на входе, то есть при создании карточки, либо обязательным на каком-то этапе сделки. Это если мы говорим про обязательные поля уже в сделках. Да. Да, 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 да. Безусловно. Так. Собственно, мы собрали базу, мы набрали какое-то количество критериев, по которым можем сегментировать наших клиентов, и дальше, в принципе, мы можем приступать к созданию этих сегментов. Да, Миш? Да. Я думаю, что мы теперь, конечно, идем в сегменты, и у нас теперь есть уже признаки, по которым мы можем сегментировать. Мы можем посмотреть, как эта сегментация вообще происходит, что это. На самом деле, хотел еще буквально два слова сказать. То есть если мы говорим про CRM-маркетинг в Bitrix24, можно, в принципе, условно разделить это на, скажем так, две вещи, на два таких блока. Есть, собственно, инструменты, собранные в разделе CRM-маркетинг, и эти инструменты, они сводятся к рассылкам, когда мы взаимодействуем с нашей целевой аудиторией массово, то есть мы на какой-то сегмент отправляем наши сообщения, или мы таргетируем рекламу на какой-то сегмент, то есть это массовое взаимодействие. И попозже еще, после того, как сейчас мы рассмотрим этот момент, еще есть возможность точечной взаимодействовать. Это и транзакционные сообщения, и какие-то разовые сообщения, которые мы можем по каким-то сценариям отправлять клиентов через роботов в Bitrix24. Так, мы переходим тогда в раздел «Сегменты». То есть с чего мы все это дело начинаем? Начинаем мы с добавления сегмента. По сути, это фильтр. То есть мы здесь задаем определенные критерии поиска по нашей базе. Фильтровать и искать мы можем абсолютно по всем полям, которые у нас есть, которые мы придумали. То есть, например, есть у нас, где у нас было поле, «Питомец сущности контакт». Мы выбираем это поле «Питомец сущности контакт» и хотим найти все контакты, у которых есть кошка. Мы нажимаем «Найти», и мы видим, смотрите, видим размер сегмента. У нас есть 7 имейлов, да, в 7 контактах есть имейлы, в 8 контактах есть телефоны, а всего у нас 9 контактов. И мы можем посмотреть вот эту самую базу, на которую мы… То есть у нас есть ОО «Ромашка», у которой есть клиент с кошкой, да, но у нее не заполнено сейчас ни имейл, ни телефон. И вот наши контактные лица, наши контакты, у которых… Ну, у кого-то что-то заполнено, а вот у Ольги вообще ничего не заполнено. Вот он, размер нашей базы. И мы понимаем, насколько почт мы можем отправить, например, насколько телефонов можем отправить смс. Дальше мы сохраняем этот сегмент. Владельцы кошек. Этот сегмент динамический. Динамический. Что это значит? То есть если у нас в контактную базу нашу будут добавляться новые контакты со свойством в поле «животная кошка», то они будут сюда прибавляться, в этот сегмент. То есть не надо заново его будет формировать. То есть он накопительный, и если я через 2 месяца захожу в сегмент, то я вижу, что там не 9 контактов, как я вначале сделал, а там уже 50, потому что они сами добавлены, и сегмент сам обновляется. Да, абсолютно правильно. Я не знаю, наверное, смысла нет тратить время делать еще один сегмент. Я думаю, что логика, наверное, понятна. Нет, принцип совершенно понятен, кажется. Единственное, что открой, пожалуйста, еще раз сегмент, например, «Гладельцев кошек». Можем посмотреть, что там мы можем выбирать не только из контактов, но и, например, из лидов. У нас есть лиды, которые необработанные еще, сваливаются к нам. И если там вдруг тоже в этом лиде указана кошка, например, мы понимаем, что эту форму сайта заполнили на той странице, где говорят про кошек и котов, что если у вас есть, пожалуйста, заполните. И мы точно так же можем добавлять в эту базу не только контакты существующие уже, ну и лиды, например. Да, и точно так же мы можем искать и по сделкам. Дмитрий, когда рассказывал про сегментацию, он рассказывал про крупные сегменты, да, те, например, кто у нас уже покупал, или те, кто отказались от покупки. И здесь мы можем также сегментировать их, например, по состоянию сделки. То есть провал – это все наши неуспешные сделки. Успех – это все наши успешные сделки. В работе – это все сделки, которые сейчас есть в работе. То есть можем сегментировать и так. Ну, как я и сказал, в общем, мы по любым сущностям и по любым значениям полей можем отфильтровать нашу аудиторию и собрать сегмент. Раскрыл, Миша, да? Кажется, что да. То есть мы видим этот сегмент, понимаем, сколько в нем участников, и там есть, кстати, предустановленные, вот на этом экране как раз сегменты, есть предустановленные сегменты, которые уже по умолчанию мы вам предлагаем, там забиты некоторые характеристики. Есть сегменты, которые вы можете сами формировать, и вы, например, можете сделать там 12 сегментов под себя, чтобы каждый раз заново их не делать, просто заходите в сегмент и коммуницируете. Тут еще Георгий затрагивал вопрос статических и динамических сегментов. Вот тот, который мы сейчас только что создали, он динамический, потому что сам увеличивается, уменьшается в зависимости от характеристик. И там есть динамические, например, там может быть динамические свойства, например, совершенные покупки, которые каждый раз вот разные. Есть свойства статические, сейчас вот сам себя запутал, когда рассказывал. Статические свойства, то, которое не меняется, ну, например, мы поделили людей по полу, на мужчин и женщин в своей базе, либо по городу. А можем говорить те, кто купил у нас в последний период времени, в последние там 6 месяцев. Вот это динамика, которая сама будет автоматически меняться, пополняться. Ну, а автоматически пополняются, меняются они по сути все, только признаки у них разные. Так, кажется, что я сам себя запутал. Да, мне кажется, ты меня тоже запутал. Сейчас я еще раз попробую распутать этот маленький клубок. То есть у нас может быть сегмент, в который могут попадать и уходить из него пользователи. Они привязаны, в общем, к нашей базе. А можно вообще статически полностью список загрузить. То есть если у вас есть база имейлов, например, или телефонов, вы ее просто можете загрузить сюда. Ну, вот, например, познакомились в Самаре на выставке. Да, это могут быть оффлайновые анкеты, это могут быть какие-то базы с выставки, это могут быть базы, которые вам передали ваши партнеры. Их можно просто сюда выгрузить, и это будет совсем статический сегмент. То есть это конкретный сегмент, который вы откуда-то взяли. Вот как база, купленная в переходе. Вроде бы сегментации, понятно. Друзья, у нас есть чатик, если мы вас тоже запутали, то скажите, если все кристально понятно, то мы сейчас пойдем дальше и посмотрим, что с этими сегментами можно дальше делать. Говорят, ясно, понятно. И тогда мы сформировали сегмент, что же мне дальше с ним делать. Дальше мы можем использовать различные инструменты CRM-маркетинг. Вот этот блок у нас, собственно, про рассылки. С самого классического начнем с email-рассылки. Мы можем выбрать заготовленный шаблон. Первое, что делаем, мы выбираем здесь, здесь по умолчанию стоит сегмент «Все клиенты, все лиды». То есть это вообще вся база наша? Это вообще вся база наша. Да, мы выбираем «Мои сегменты», находим сегмент, который мы только что создали. Это «Владельцы кошек». Вот, мы видим, что у нас семь получателей будет в этом сегменте. И дальше, собственно, мы создаем шаблон письма, которое будем отправлять нашим клиентам. Вот сейчас маленький комментарий. В вопросиках был вопрос, можно ли по двум независимым сегментам друг от друга что-то делать. То есть можно ли их объединить в одну базу или что-то делать с ними. Вот здесь мы можем выбрать несколько сегментов, не только владельцы кошек, но и люди, которые живут на улице Пушкина или еще какие-то. И по нескольким сегментам делать одну и ту же рассылку, одну и ту же активность, если так необходимо. Да, более того, мы можем исключить сегменты еще. То есть мы можем, я не знаю, выбрать, например, сегмент полностью «Все наши клиенты». И мы можем из него исключить кошек. Да, то есть вот на кошек нам не надо отправлять. Я кошек-то выберу, обратно верну. Кошек жалко. Возвращай кошек. Так, смотрите, друзья. Здесь у нас, собственно, есть конструктор. Да, можно собирать ваше письмо из блоков, которые есть вот здесь в правой части. То есть могут быть там текстовые блоки, могут быть графические блоки. Мы можем поменять здесь картинку. По-моему, у меня даже есть какая-то кошка. Есть у меня кошка? У каждого есть какая-то кошка в картинках. Ну ладно. О, голодная кошка. Вот, то есть мы можем здесь сверстать. Я не буду сейчас, наверное, да, Миша, я не знаю, полностью там готовить. Нет, 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 нам сейчас принципиально про то, как это все делается. Что здесь интересно? Здесь мы можем использовать макросы. То, что Дмитрий тоже говорил по поводу персонализированного обращения к клиентам. То есть есть вот, например, у нас макрос имя. Это то, что мы возьмем из имени ВКонтакте. То есть вместо вот этого макроса name подставится у нас значение имени. Ну, эти же макросы можно использовать в теме письма, но Дмитрий посоветовал этого нам не делать. Ну, вообще экспериментируйте, друзья, конечно. И об этом тоже Дмитрий говорил, что иногда это работает, иногда не работает. И как это будет у вас, с уверенностью не скажет никто, пока вы не попробуете. Да. Есть еще, смотрите, момент, какой по поводу отправителя. Если у вас подключена в разделе почта, подключена ваша почта, то вы можете здесь уже выбрать эту почту. Если у вас никакая почта на портале не подключена, то вы можете здесь добавить адрес. Важная штука с SMTP-сервером. Значит, если вы используете бесплатную почту, Gmail-овскую, используете Яндекс.Почту, MailBusiness, то у них есть вот эти данные для SMTP-сервера, для отправки. Проблема в том, что бесплатные почты, они дают ограничения определенные. То есть, по-моему, с ними память не изменяет у Gmail, ну, где-то всех примерно до 500 сообщений в сутки лимит. Поэтому, значит, либо, если у вас объемы большие, вы собираетесь отправлять, либо надо подключать внешний SMTP-сервер. Вот, кто-то в чате, кстати, писал, кто-то упоминал SendPulse, мы тоже пользуемся SendPulse. Вот, то есть, указываются данные просто внешнего арендованного SMTP-сервера. На самом деле, там, после нашего вебинара вы получите от нас памятку по CRM-маркетингу, там тоже это будет упомянуто. Вот, то есть, в общем, здесь авторизация для вашей почты указывается. Для того, чтобы через какую почту, от имени какой почты вы будете отправлять письма. Не запутал? Технический транспорт. Мы немножко в технические вопросы ушли, да, то есть, через кого-то должны пройти эти письма, и здесь реквизиты этого сервиса указываются. Если большой объем, вы регулярно отправляете по большим базам, часто много, тогда, скорее всего, это внешний SMTP-сервер, отдельный сервис. Вот, если у вас небольшие отправки, вы по небольшой базе клиента работаете, вы можете указывать обычную бесплатную почту, Яндекс, Гугл, все будет. Да, ну, то есть, если у вас маленький, вы собрали, очень сегментировали аудиторию, у вас есть небольшой сегмент, вы на него отсылаете, а другое письмо уйдет на другой сегмент, соответственно, проблем здесь никаких не будет. Ну, вот немножко в конструктор еще раз посмотрим, что это блочный конструктор, где вы можете добавлять некоторые блоки в письмо, смотреть, как они выглядят на разных устройствах, можете переключать вот это письмо и посмотреть, как оно отображается на обычном десктопе компьютере, на мобильном телефоне, на планшете. И иногда это очень полезно сделать, потому что по-разному смотрится, и, может, картинка не та, или переверстана немножко по-другому. Да, кстати, здесь вот что видно, да, здесь подставляется в демонстрации, вот вместо вот как раз макросонейм подставляется мое имя. Ну, для меня, потому что показывают, вот Георгий. И все правильно, да, можно посмотреть на различных типах устройств. И сразу вы видите две картинки, которые не прогрузились, например, и там думаете, что с ними что-то нужно сделать. Ну, я добавил, на самом деле, туда просто этот блок и вообще не загрузил еще эти картинки. Вот, вот, вот. То есть если вы где-то ошиблись, то проверьте себя, это достаточно легко. Так, окей. Значит, мы посмотрели на сегмент, взяли его и, например, подготовили для него электронное письмо. И дальше мы можем либо это письмо, собственно, сразу же отправить, либо ничего не делать, его как бы сохранить и подготовить к отправке. Да, либо мы можем запланировать его отправку на определенную дату и время. Сделали все в понедельник, а письма уходят у вас там в пятницу, субботу и следующую неделю. Вот я нажму сейчас позже вручную, я покажу, как сохранилась наша подготовленная рассылка. То есть мы ее подготовили, она у нас попала, собственно, сюда в список рассылок. Вот она у нас создана, и она у нас еще не отправлена. И мы можем здесь ее, ну, либо мы можем вернуться в редактирование и заполнить, когда мы хотим, чтобы она была отправлена, либо мы можем прямо сейчас нажать и отправить. Адреса у меня там фейковые, поэтому она у нас... Можно смело отправить. Да, 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 да. После того, как у нас рассылка отправлена, мы можем посмотреть список получателей этой рассылки, кому мы отправили, и можем посмотреть статистику по просмотрам и переходам. Но сейчас вряд ли мы увидим количество переходов и просмотров, потому что адреса фейковые, но принцип такой. Да, то есть мы видим, сколько у нас процентов аудитории, сколько у нас просмотрели наше письмо, открыли его, и сколько перешли. Ну, и, соответственно, Абитрикс по какой-то шкале, по каким-то критериям оценивает, насколько эффективна наша рассылка была. В зависимости от количества просмотров и переходов, естественно. Вот здесь мы говорили про сценарий, что мы после того, как отправили письмо, смотрим на реакцию. И, соответственно, мы можем запланировать не одно письмо, а, например, какую-то там серию писем. Если мы для себя решили, что вот эти люди, которые перешли на сайт или кликнули по ссылке, или что-то такое сделали, то дальше мы с ними тоже что-нибудь можем придумать, следующее действие совершить. Мы можем делать это через всякие сложные сценарии, через бизнес-процессы, на самом деле, отслеживать открываемость и кликабельность этих писем. А можем там по-простому вообще руками это все сделать. То есть мы можем здесь выгрузить сегмент тех, кто, например, открыл. То есть мы по фильтру можем отфильтровать, кто прочитал, то есть показать только тех, кто прочитал. Ну вот у нас сейчас таких не будет, да? Выгрузить это в табличку и загрузить заново, как новый сегмент, например. Но есть, конечно, автоматические сценарии, которые можно настраивать. Так, пойдем дальше? Так, здесь был... Сейчас я расшифрую немножко ответ про автоматику и ручную. То есть если у вас рассылка, после которой вам необходимо дальше сделать какие-то действия, есть два варианта, как это можно сделать. Руками зайти выгрузить в Excel и загрузить снова, например, и выбрать этот сегмент. Либо настроить автоматику. Про автоматику мы сегодня поговорим еще немножко. Вот сейчас, я думаю, что ближайшие минут 8-10. Это нужно тоже запрограммировать заранее, настраивать с это роботами. И условно, как только клиент перешел по вашей ссылке из письма, сделка, которую вы запланировали, может передвинуться автоматом в следующую стадию. И вам об этом сказать. Так, Миша, нам надо ускоряться, да? Да, нам нужно ускоряться. У нас примерно 10 минут остается. Давай, я даю, быстренько я пробегусь. У нас есть смс-рассылки. Здесь примерно та же штука. Мы выбираем наш сегмент, опять же, владельцев кошек. У нас есть интеграция. У меня здесь она уже подключена с сервисом sms.ru. То есть вот она дает мне возможность отправить эти смс-ки через sms.ru. Здесь мы можем точно так же подставить в виде макросов, текст смс-ки имя нашего клиента. Вот здесь мы видим количество символов и каким количеством смс-ок это будет все отправлено. Я побегу, да, Миша? Хорошо? Да, мы бежим. Мы просто говорим, что сейчас есть несколько каналов. Мы просегментировали аудиторию, и прийти к ней мы можем не только письмом. Есть у нас возможность отправлять клиентам сообщения в мессенджеры, но здесь есть нюанс. Клиенты должны были обратиться к нам первыми через эти мессенджеры. То есть нельзя просто отправить клиентам сообщение, например, в Facebook, если у нас там есть... А у нас ничего нету для Facebook, да, чтобы ему отправиться. Для Facebook. Потому что клиенты должны были нам написать, и когда они попадают у нас в сегмент, эти контакты из Facebook, из ВКонтакте, из Viber, откуда-то, и мы можем на них отправить сообщение. Есть две интересные штуки. Инфозвонок и Аудиозвонок, они примерно одно и то же, только в одном мы прикрепляем файлик. То есть это обзвон, удобно делать классную штуку эту, например, если у вас вы проводите какое-нибудь мероприятие, и надо обзвонить всем, напомнить, что у вас запланировано это мероприятие. Здесь вы просто прописываете текст, и робот проговаривает, когда звонит. Ну, опять же, выбираете, да, сегмент. У нас должны быть номера телефона вбиты. Пишите текст. Есть настройки, можно настроить скорость прочтения, можно настроить громкость звука, можно протестировать. Вам робот позвонит, это все прочитает, вы проверите. Точно такая же штука, только вы не пишите текст, а готовую аудиозапись прикладываете и отправляете клиентам. Друг, ужасно, жаль, что вы до сих пор не наш клиент. Ну, и так далее. Вот, это у нас инфозвонки. Два слова про выгрузку аудиторий. Мы можем точно так же выбрать аудиторию, выгрузить ее в сегменты ретаргетинга. То есть если вы размещаете рекламу в рекламных системах, вы можете, кстати, буквально, по-моему, неделю, что ли, да, появилась возможность создавать аудитории прямо из Bittrex24. То есть до этого надо было зайти... Да, это было сложнее. Нужно в ВКонтакте было создать аудиторию, потом ее синхронизировать. Но коллеги доработали API. Так, Сергей. Звука нет, пишет. Георгий, ты слышишь меня? Говорят, подвисли звук и видео. И у меня тоже подвис звук и видео. Видимо, сейчас Георгий перезагружается. Так. Георгий как-то основательно перезагружается. Отмена спикера. Я выйду немножко в эфир. Так, после перезагрузки появился звук? Да, звук появился, но пока есть только я, если я правильно понимаю. Так. Георгий, я думаю, что вернется к нам в ближайшее время. А я пока попробую немножко поотвечать на вопросы, которые здесь были. Так. Теперь мне нужно домотать до вопросов. Были вопросы про то, откуда CRM-маркетинг берет базу. Соответственно, вы загружаете ее в CRM-систему. Bittrex24 из разных источников, как мы говорили, импортирует. И уже на основе этой базы Bittrex24 строит сегменты. Как экспортировать выгрузку сегмента? Есть импорт и экспорт. Регулируется он правами доступа. Соответственно, у вас, как у администратора, если вы администратор системы, есть возможность и загрузить, и выгрузить. Когда вы настраиваете доступы своим менеджерам, то чаще всего вы выключаете им право на выгрузку, например, базы просто в целях безопасности. Так, Георгий, привет. Мы тебя видим, слышно ли? Да, Миш, что-то я вылетел. Не понял, на каком моменте я улетел. Но ты говорил, что упростилась процедура управления сегментами в соцсетях. И я предлагаю сейчас в интерфейсы не возвращаться, а голосом немножко поговорить, как это работает. То есть мы можем не только с сегментами производить действия, которые инициировали в почте, смс-ках или звонке, мы можем еще и работать с ремаркетингом, ретаркетингом. Да, абсолютно правильно. То есть мы создаем аудиторию. У нас есть наша целевая аудитория, она есть у нас уже в нашей базе. Мы на основании тех имейлов, которые у нас есть, и тех телефонов, которые вбиты у нас в контакты, мы можем создать аудиторию в рекламных кабинетах рекламных систем. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Яндексе, в Гугле. Соответственно, это аудитория ретаргетинга или ремаркетинга, на которую мы можем показывать наше рекламное объявление. Собственно, из Bitrix24 мы выгружаем эту аудиторию в рекламную систему. В рекламной системе настраиваем то объявление, которое будем показывать на эту аудиторию. Помимо, вот я не понял, смог я показать или не смог показать, как выгружается сегмент целиком, еще в Bitrix24 можно настроить, скажем, точечное добавление в сегмент. То есть, когда у нас доходит сделка до определенного этапа, мы можем добавить этого клиента в определенный сегмент аудитории в рекламной системе автоматически. Сейчас эти кейсы чуть-чуть расшифруем. Значит, смотрите, если у вас есть аудитория, можно автоматически добавить старую аудиторию в рекламу. Мы говорим, можно не только позвонить им всем или отправить им всем письмо, мы можем старгетировать рекламу, например, в Фейсбуке на старую нашу аудиторию, дать им какое-то рекламное предложение. Зайти и с той части, и там звонком, например. Мы можем это работать на этапе сделки. Например, у нас воронку, длинную воронку у нас B2B, там в воронке клиент находится несколько месяцев или один месяц. Как только он попал в воронку, мы можем его погреть в терминах продажи или рекламы, погреть рекламой через Фейсбук, например. Верно говорил? Да, абсолютно верно, Миша. У нас на что-то время еще остается, я хотел, я не знаю, видно мой экран сейчас? Экран не видно, видно только тебя. Так, очень интересно. А у меня написано, что у меня идет показ экрана. Это неправда. Сообщаю тебе авторитетно, мы такого не видим. Самое главное, я нажимаю остановить, и у меня ничего не происходит. Так, не получается. Хотел немножко в воронке по роботам показать, как можно роботами отправлять смс-ки и имейлы. Начинается. Нет. Это я в презентации попробовал. Ага. А он мне крутит и не хочет. Не желает. Не дает. Не желает жить по-другому. Так, ну хорошо, я предлагаю следующий ход. Я могу переподключиться, но я думаю, что времени, да, наверное, нет. Да, мы на самом деле обещали вложиться в полтора часа и примерно это сделали, но не порассказывали вам еще про волшебных роботов. И предлагаю следующий ход. Можно тем, кому интересно про роботов, отдельно написать Георгию. Как тебе написать, Георгий? Скажи нам. На самом деле мы сегодня отправим всем письмо, да, с теми бонусами, которые обещали. Там будет моя личная почта, там будет мой телефон. Вот, поэтому можно обращаться ко мне на почту, я постараюсь какими-то вопросами помочь, рассказать, объяснить. Вот, плюс там будет ссылочка на заполнение церковной формы на бесплатную настройку сервиса SMS.ru, чтобы вы могли отправлять SMS-ки из Bittrex24. Вот, поэтому можете формочку эту заполнить, мы получим, свяжемся с вами и сделаем вам настройки. Тут еще есть вопрос про WhatsApp. Ни один вебинар не проходит без вопроса про WhatsApp. Любимый вопрос про WhatsApp. Значит, ну, есть штатная, относительно штатная штука, которая работает сейчас больше для Европы, это интеграция через сервис Twilio. Это тот WhatsApp, который вы видите сейчас в контакт-центре, когда открываете. И есть ряд сервисов внешних, которые позволяют отправлять сообщения и получать сообщения в WhatsApp. Это сервисы WhatsApp, это Chat to Desk, это Pact. Их достаточно много. Если в списке приложений Bittrex24 ввести, вы их список всех получите. Эти штуки платные, стоят порядка, по-моему, двух с половиной тысяч в месяц за один. Один аккаунт за одном подключении. Да, 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 за один номер, да, за один номер WhatsApp, аккаунт WhatsApp. При этом вы можете и писать первыми клиенту, и получать от него сообщения, отвечать в интерфейсе Bittrex24. Вот, ну, там куча всяких есть там сложностей, да, с нюансами, да. Да, 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 нет, с точки зрения, почему проще не сделать в WhatsApp. Но это со стороны WhatsApp. Ну, то есть каждый кейс нужно отдельно пообсуждать, то есть что вы хотите через WhatsApp. Если вы хотите принимать сообщения через WhatsApp, отвечать клиентам, это один кейс. Если вы хотите делать массовые рассылки через WhatsApp, другой кейс. Если у вас там 50 клиентов, и вам удобно с ними общаться через WhatsApp, это там третий кейс. Но массовые рассылки через WhatsApp вообще не очень кейс. Массовые рассылки через много что. Это такая туманная история. Хорошо, друзья, значит, не будем вас сейчас долго задерживать. Тут есть вопрос, кого вы рекомендуете для внедрения Bittrex24 Георгий Героев. Наш герой сегодня и на оставшееся внедрение Bittrex24 в будущем. Запись, которая сегодня будет, шла, мы пришлем на электронную почту, с которой вы регистрировались. Эти записи мы потихонечку выкладываем на свой канал в YouTube. Можно следить за каналом один из Bittrex в YouTube. Там мы тоже все будем делать. Мы после сегодняшнего вебинара сформируем письмо. Боюсь пообещать, что это будет сегодня, потому что туда хочется ссылку положить на запись вебинара, а она не быстро конвертируется. Пришлем вам подарки от участников, от спикеров. Вот Георгий поговорил, что от него тоже будут некоторые чек-листы и правила памятки, как работать с CRM-маркетингом, например. Там же может быть ссылочка на CRM-форму. Если вам осталось что-то непонятное, например, про роботов, мы недорассказали сегодня, а хотелось бы, это классная история совершенно, можете заполнить и дальше уже пообщаться. Георгий, огромное спасибо. Спасибо, Михаил. Друзья, большое спасибо. Да, в рассылке контакты для пообщаться. Все, всем счастливо. Пока.